Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня хочу вам рассказать о своих парфюмерных находках, действительно о очень интересных ароматах за мега бюджетную стоимость. К слову говоря, в принципе об этом бренде мне уже очень давно рассказывали мои зрители, девчонки, мои подписчицы и в инстаграме, и здесь на ютюбе под видео, скидывали флаконы ароматов, очень советовали, очень рекомендовали некоторые из них попробовать. У меня все никак не доходили руки попробовать, и вот наконец-то это случилось, я познакомилась с этими ароматами, и что могу сказать, забегая вперед, меня эти ароматы приятно удивили. И говорю я сейчас о бренде Pandora, эти ароматы представлены на сайте Wildberries, на сайте Ozone, и как я и сказала, стоимость очень бюджетная, со скидкой можно приобрести эти ароматы в районе 600-700 рублей, может быть даже и ниже, в зависимости от скидки, потому что на Wildberries, на Ozone, как вы знаете, очень часто бывают просто огромные, очень выгодные скидки. Но в среднем вот 600-700 рублей можно приобрести эти ароматы, здесь объем 50 мл, всего в линейке представлено 18 ароматов. Автор данной серии это Ален Алиона, это парфюмер одной из самых известных компаний Франции, Живодан, живет и творит в сердце парфюмерного мира Грасси. Автор, создавая ароматы, хотел удивить глубиной звучания парфюмерных нот, роскошным и стойким шлейфом. И основные здесь такие идут компоненты, это у нас молекула S.I. Super и также молекула Амбраксан. Как я вам сказала, здесь в линейке 18 ароматов у меня 4, я со всеми 4 ароматами уже хорошо познакомилась, и также, кстати, в Instagram публиковала пост, спрашивала, интересно ли вам узнать об этом бренде, и действительно очень большой процент проголосовал, что да, им интересно. И еще такой момент, конечно, я думаю, парфлюбители, кто знаком с этим ароматом, знают об этом, что эти композиции созданы как бы по мотивам известных ароматов. Я думаю, в принципе, сам бренд это тоже не скрывает, потому что изначально ароматы у нас тут под номерами, то есть у каждой композиции нет определенного названия, а просто есть свой порядковый номер. У меня номер 2, у меня номер 8, 13 и 18. И давайте приступим, расскажу вам по порядку о каждом аромате. Итак, начнем с аромата под номером 2. Кстати, здесь очень интересные такие лаконичные сдержанные флаконы. Выглядят, кстати, они недешево, достаточно презентабельно, красиво будет смотреться на туалетном столике, парфюмерном шкафу, то есть они такие сдержанные и лаконичные. Я знаю, что многие любят такое оформление. Что касается аромата под номером 2, это у нас древесно-зеленый аромат. Верхние ноты, это зеленые ноты, средние ноты ирис и жасмин. Базовые ноты, это кедр и амбра. И аромат этот сделан по мотивам эсцентрик молекула 02. И действительно, композиция очень похожа. И знаете, прям удивительно, что на старте я также ощущаю эту морковь вареную, что удивительно, прям так же я в принципе в молекуле 2 это все ощущаю. Я сравнивала его прям досконально с молекулой, так как она у меня есть в коллекции. Что могу сказать? Это нереально крутая замена. Ну, я имею в виду не то, что даже замена, а просто как альтернатива. Молекуль очень бюджетная альтернатива за 700-600 рублей. Мне кажется, это вообще прям круто. И звучит он приятно на протяжении всего звучания. То есть он не скатывается в какую-то дешевую базу, никак не химозит. В нем нет никаких ярко выраженных спиртовых нот абсолютно. То есть я в принципе знакома со многими такими аналоговыми брендами. И очень редко, когда попадается аромат, который действительно повторяет своего, так сказать, прародителя и вдохновителя идейного. В основном ароматы все-таки отличаются. Это явно сразу понятно, что это какой-то аналог, это какой-то закос. И композиция просто с течением времени разваливается на глазах и звучит очень непрезентабельно. То этот аромат звучит красиво. Возможно, он не будет так многогранно играть, как молекула. Но лично на моей коже и молекула особо-то не играет многогранно. На старте, как я сказала, я ощущаю вот эту вареную морковь. Но это очень приятно. Это ни в коем случае не плохо, не пугайтесь этого. Далее появляются сладкие цитрусы, пудра. Очень аромат запудривает, становится таким свежо-пудровым. В общем, очень интересный и действительно очень похож на молекулу. Я считаю, что это крутая замена. Прям рекордсмен по рекомендации у меня в инстаграм. Многие человеками скидывали именно 02 и говорили, что он классный, он крутой, очень похож на молекулу. Поэтому присмотритесь, как хорошая такая альтернатива молекуле двойки. Очень даже именно эсцентрик 02. Очень даже мне понравился. Следующий аромат у меня под номером 8. И здесь у нас верхние ноты аромата. Это мандарин, черная смородина, абрикос, ноты сердца пион, роза, фрейзия. Базовые ноты фиалка и мускус. И этот аромат похож для меня. И в принципе он заявлен, что похож на аромат от Dior под названием Blooming Bouquet. Вы знаете, если смотрите мой канал, что я очень давно так хочу приобрести себе этот аромат, но как-то сомневаюсь. У меня очень много пробников, меня смущает в нем стойкость. То, что он звучит довольно недолго. Быстро слетает, не особо то и раскрывается. И здесь, что могу сказать, стойкость примерно такая же. На мне он держится часа три. Но он действительно похож. И я сейчас не вижу вообще смысла для себя приобретать Blooming Bouquet, потому что это звучит прям идентично. И он звучит красиво. Здесь такие же пионы, цитрусы, воздушность в аромате. Очень красивый. Он очень такой женственный, легкий, игристый, летящий, просто классный. На раннюю весну очень хорошо. Летом, кстати, тоже его вполне можно носить. Сейчас я его тестировала. У него нету каких-то таких приторных цветочных аккордов, которые могли бы прям надоесть и задушить. Нет, звучит очень красиво. Ладно, мне понравился тоже. И если вы любите Blooming Bouquet или вам нравится он и вы хотите приобрести, то присмотритесь. Потому что действительно очень достойно. И он опять же не звучит дешево. Но звучит он не громко. Я не скажу, что прям у него длинный шлейф. Но в принципе очень в этом схож с прародителем своим. Поэтому тоже мне он понравился. Третий аромат у меня под номером 13. И здесь у нас верхняя нота аромата. Это лимон, бергамот, апельсин, черная смородина, ноты сердца, жасмин, роза, персик, гиацинт. Базовые ноты кедр, белый мускус, ваниль, тиковое дерево. И эта композиция у нас по мотивам Chanel Chance версия Fresh. Я, кстати, не особо вообще люблю именно версию Fresh. Потому что для меня он какой-то максимально мужской. Я люблю очень Oviv. Это прям мое парфюмерное я практически. Но с Fresh у меня как-то отношения не складываются. Слишком много древесины для меня. Мушистости, какой-то терпкости. Но я сравнивала, прям устраивала такой параллельный затест. У меня есть пробник Chanel Chance Fresh. И действительно они похожи. Другой такой резкий, звонкий старт. В хорошем смысле, как в принципе и в Chanel Chance. Очень приятный, очень такой бодрящий, звонкий, освежающий. Стойкость, кстати, для такого аромата приличная. На мне он держится не менее 4-5 часов. Я прям его ощущаю очень хорошо. Поэтому, если вы любите его Fresh, вот это направление таких цитрусовых, бодрых, звонких ароматов. Немного даже колких и острых. То тоже очень классный, действительно похож. Но это опять же, как я сказала, не знаю, буду я его носить или нет. Скорее всего буду. Но для меня прям он максимально унисекс. Надо, кстати, попробовать его на мужа нанести. И действительно прям такой унисексовый аромат. Я сказала, не очень нравится именно этот аромат. Поэтому я не знаю, буду его носить или нет. Но мне кажется, в жару, конечно, он будет классно. Я его когда тестировала, у нас сейчас невыносимая жара. И действительно в жару он звучит хорошо. Если вы любите такое направление, таких бодрых, цитрусов, взрывных. Немного с такой горчинкой, с терпкостью. То присмотритесь, я думаю, он вам тоже понравится. И последний аромат под номером 18. Последний, имеем в виду, у меня. И это прям моя любовь. Здесь у нас верхние ноты аромата. Это миндаль, ликер, ноты сердца, вишня, роза, слива, жасмин, базовые ноты бобы тонка, ваниль, бензоин, корица, сандал, белый кедр, витивер и пачули. Это у нас аромат создан по мотивам Tom Ford Lost Cherry. И действительно, он очень похож. Но я скажу вам, что мне вот этот аромат нравится больше. Когда я наношу Lost Cherry, у меня немного он вызывает какую-то оскомину даже. То есть на мне как-то он кислит на старте. Кислый, немного алкогольный. А потом это как-то все уже стихает. То здесь, когда я наношу аромат от Pandora, он на мне сразу такой очень мягкий, обволакивающий, вишневый миндаль. Это вишня, вишневая косточка, миндаль. Немного сахарной пудры. И он действительно звучит очень окутывающе, приятно, более мягко, более сладко, более сглаженно, как будто бы. Как будто бы он более такой какой-то сглаженный, более такой округлый, я бы сказала так. Но по направлению очень похож. Если вы любите направление такое, как Lost Cherry от Tom Ford, то я уверена, что этот аромат придется вам по вкусу. Потому что он действительно похож. Он звучит красиво. Он, опять же, на старте и вообще в звучании нет никаких каких-то ярко выраженных спиртовых неприятных нот. Прям очень достойно. Действительно очень. Если бы я услышала этот аромат со стороны, я бы никогда в жизни не подумала, что этот аромат стоит там копейки, просто 600-700 рублей. Вообще бы никогда не подумала, потому что он действительно звучит дорого. На мне он очень стойкий. На мне он держится не менее 5 часов на моей коже. Кожа у меня теплая. То есть на ней горячая, но в то же время и не холодная такая, средняя. Поэтому я осталась довольна. Для любителей вишнево-миндальных ароматов очень советую. Здесь, кстати, нет такой ярко выраженной кислинки, как я вам сказала, для меня. И нет алкогольности как таковой. То есть ликер, если я его ощущаю, то он такой мягкий, еле уловимый. Такой полутон какой-то алкогольной ноты. Но в основном это сладенькая вишня, миндаль. Такая миндальная пудра. Обалденный. Я прям в восторге от этого аромата. Мне он очень понравился. Девчонки показала вам 4 своих новых аромата. Меня действительно не порадовали. Я действительно в приятном шоке. Я, честно говоря, до последнего немного скептически относилась. Я думала, что ну будут они похожи. Но все равно, наверное, будет что-то не то. Как-то думала знакомиться и не знакомиться. Сейчас я вообще прям абсолютно об этом не жалею, что познакомилась с этими ароматами. Я прям очень рада этому. Действительно у меня появились здесь фавориты. И действительно ароматы звучат очень достойно. Они звучат дорого, не побоюсь этого слова. И ни в коем случае ни грамма не дешевят. Ни грамма не как-то не выдают свои цены абсолютно. Поэтому я осталась в восторге. Еще раз повторюсь, приобрести их можно на сайте Wildberries, на сайте Ozon. Там мониторьте, смотрите. Потому что на этих сайтах очень часто бывают очень выгодные цены. Поэтому, если вы знакомы с этими ароматами, пишите мне в комментариях, какой аромат ваш фаворит. Также, как вам вот эти 4 аромата, которые я сегодня показала. Будет это очень интересно. А я с вами прощаюсь. Всем прекрасного завершения лета, шикарного настроения. Не забывайте, кстати, подписаться на мой канал, если еще не подписаны. И встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока!